Если мы хотим поднять эффект ясновидения у человека, телепатии, мы насыщаем человека оксигидратом лития. Таблетки продаются в каждой аптеке. Мы пришли к выводу, что это сонар. Сонар, человеческий сонар. И вот этот человеческий сонар, он очень интересен в этом плане. Понимаете, потому что именно он обеспечивает контакт человека со всем миром. Оксигидратом литит. Если мы хотим поднять эффект ясновидения у человека, телепатии, мы насыщаем человека оксигидратом лития. Таблетки продаются в каждой аптеке. В том же году Мещен с триумфом вернулся в Москву. Ему было присвоено звание профессор психологии. О нем был снят киножурнал. Единственные кадры хроники, которые доказывают, что Вольф Мессинг не фантом. Самолет принимает герой Советского Союза капитан Ковалев. Из далекой Балтики прибыл прославленный летчик, чтобы принять на вооружение авиации Балтийского флота новую машину. Этот самолет был как заколдованный. В сотни раз прославленный летчик Ковалев прощался с жизнью, но самолет с надписью «Вольф Мессинг за победу» снова и снова возвращался на аэродром. Для фашистских пилотов слово «Мессинг» стало ассоциироваться со словом «смерть». Профессор Мессинг от всей души желает победного пути пилоту. Но ведь ты предсказываешь будущее, ты знаешь, когда ты умрешь? «После вас, товарищ Сталин! Значит, тебе известно, когда умру я?» спросил Сталин. «Вы умрете на еврейский праздник, очень скоро». С этими словами Мессинг вышел с кабинета вождя. Спустя 20 часов Сталина найдут лежащим на ковре. Он был обездвижен и не мог говорить. Через сутки Сталин умер. Вольф Мессинг родился в Польше в семье бедного еврейского садовника. Это было в Вене. Он попал к Фрейду. Фрейд узнал о необычном мальчике совершенно случайно. Чтобы познакомиться с ним, Фрейд пригласил Мессинга к себе домой. Кто кого больше интересовал, я не знаю. Но была эта встреча в квартире у Фрейда. И Фрейд настолько был ошарашен этим всем, беседы, знаете, как все, что он пригласил Эйнштейна, который был, кстати, в тех краях. И Эйнштейн был просто удивлен, что он физик, хорошо. Но это что такое? Тоже ничего не мог определить. Только сказал, что это редкость природы. На одном из сеансов Мессинга спросили о будущем Гитлера. И вот однажды на выступлении ему, видимо, задали вопрос, что же будет дальше. Ну, как всегда, на секунду затормозил себя. И ответил. Победа будет за Польшей, победа будет за Советским Союзом. И война кончится вот такого-то числа. Это дошло моментально до высшего начальства. И началась погоня за Мессингом. За голову Мессинга Гитлер назначил невероятную награду – 200 тысяч марок. Вольф Мессинг отныне стал его личным врагом. За Мессингом началась настоящая охота. И однажды на улице его остановил патруль. Кто ты? Я актер. Врешь ты, Мессинг. Прежде чем Вольф успел что-то понять, он получил сильный удар в челюсть. Через час его привезли в гестапо. Когда он почувствовал, что его убьют, ему выбили там зубы предварительно, он решил бежать. Для того, чтобы бежать, он создал такую ситуацию, что все они собрались в его камере. В тот момент Мессинг видел свое будущее. Он чувствовал, что может с ним произойти, если он не выключит сознание фашистов. Один за другим они входили в его камеру. Когда вошел последний, Мессинг запер за собой дверь. В 1939 году Мессинг бежал в СССР. О его приезде стало известно Сталину. Вольф не говорил плохо Сталине. Сталин очень уважал его. Он гордился тем, что Мессинг изо всего мира выбрал Советский Союз. Сталин этим гордился. Их первая встреча длилась 4 часа. Возможно, именно в тот день Мессинг предсказал точный день нападения Германии на Советский Союз. Сталин ему не поверил. Когда я ему как-то задавал вопрос по поводу Сталина, просто, ну, мы же знаем, какие беды были связаны с ним. Тем не менее, я услышал от него такой ответ. Сталин – это умница. Сталин – это умница. καwor – смотрите. Продолжение следует...